МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слушайте, ну, начну с другого немножко. Как вообще библиотека пережила прошлый год? Каждую книгу вы опрыскивали, протирали. Как это было? Не стало ли меньше читателей в вашей библиотеке? С книгами мы обращались следующим образом. Мы их складировали, то есть те книги, которые читатель приносил в библиотеку, мы их на пять дней, как положено, законсервировали. И после прошествия карантина, книги возвращались на полку. Выдавались книги также по запросу читателей, то есть можно было позвонить и заказать книги, прийти, и они уже будут готовы. Либо, когда человек приходил в библиотеку, то книги искались по его запросу, то есть в фонд читателей не допускались. То есть всё-таки библиотека работала, заказы были, и люди читали? Да, люди читали. Количество читателей не стало меньше? Немного стало меньше, но не в таком большом проценте, как могло бы быть. То есть дети всё равно шли, у нас были очереди, они вынуждены были стоять на улице. Вот в тот момент, когда мы после этого месяца простоя открылись, стояли на улице очереди в библиотеку. Ну, очередь в библиотеку, это, конечно, вообще, мне кажется, для нашей страны это идеальная история была бы. Вот в моём понимании вообще библиотека всегда пришёл, взял книгу домой, почитал и вернул эту книгу. Сейчас это вот по-прежнему актуально или всё-таки больше в онлайн переходите? По-прежнему в детской библиотеке актуальна выдача книг на дом, потому что дети читают и по школьной программе, и читают то, что рекомендуют им родители. Родители берут для маленьких детей почитать им сказки на ночь. Ребятишки бывают такие, которые вот настолько заинтересованы книгой, что по стопке уносят домой книг, причём тоненьких книг, то есть ребёнок прочитывает, и на неделю не хватает. То есть вот до такой степени бывают дети, которые привязаны к чтению. Но по-прежнему, то есть вот такой вот формат, он актуален. Конечно, да. А онлайн книги как-то у вас сейчас заказывают, читают? Дело в том, что у нас, видите, мы до 14 лет обслуживаем детей и выдаём только живые книги. Онлайн книг у нас нет. Ну то есть как в библиотеке Шишковки у вас такого нет, что можно онлайн как-то прочитать. А вообще, вот вы мне сказали, что да, некоторые ребятишки приходят и тоненькие даже книжки берут пачками. Дети сейчас интересуются чтением. По-моему, кроме гаджетов, они, если честно, мало чем интересуются. Вот знаете, я на такой вопрос всегда отвечаю так. В силу своей профессии я встречаюсь только с теми детьми, кто любит читать. Других я не вижу. Поэтому, на мой взгляд, гаджет удобен либо, допустим, в поездке, в полёте где-то, в транспорте. А когда ребёнку, маленькому тем более ребёнку, ему гаджет не даст такого ощущения, как вот настоящая живая книга, где можно перелистать, вернуться, рисунки посмотреть. То есть ощутить, даже, видите, сейчас очень много тактильных книг. То есть они бывают, допустим, пушистенькие какие-нибудь или рельефные. То есть их можно потрогать, и ребёнок испытывать будет какие-то ощущения. Есть говорящие книги, которые на кнопочки нажимаешь, они звуки произносят. Там где-то можно что-то подвигать. В гаджете такого не получится в любом случае. Ну и не каждый маленький ребёнок с гаджетом справится. А вот самому юному, вашему читателю, сколько? Потому что вы говорите, что такие книжки. Или это всё-таки родители приходят, берут такие? Ну вообще у нас ребятишки записаны от нуля. Даже беременные мамочки приходят, записываются, потому что у нас есть литература для тех, кто собирается стать родителями, литература по психологии, по воспитанию детей, по подготовке к садику, к школе. Поэтому самому маленькому я даже вот вам не скажу, сколько ему лет. То есть он может быть ещё вообще в утробе мамы, на самом деле. Это может быть, да, ребёнок в утробе мамы, которому она уже читает эти книги. Поняла. А кого вы ждёте, Людмила, на «Библия ночь»? Это вот дети будут с родителями приходить, потому что всё-таки время-то вечернее? Да, в основном это приходят дети с родителями, но и ребятишки, которые вот уже такие самостоятельные, средняя школа, они приходят одни. И часто мы слышим во время «Библия ночей», а когда у вас ещё раз повторится вот та самая первая «Библия ночь», когда мы выставляли, тема была «Вперёд в прошлое». То есть мы нашим читателям, нынешним нашей молодёжи, хотели показать быт и предметы какие-то быта, книги, ну и всё, в принципе, окружение их родителей, когда они были детьми. Это когда было? Это было в 2012 году, потому что наша библиотека, можно сказать, первая в крае участвовала в «Библия ночь» в самой первой. То есть этот год был самый популярный у вас, ваша «Библия ночь»? Этот год был самый первый, самый впечатляющий для наших читателей, потому что впервые было такое масштабное мероприятие. У нас было очень много народу, было очень тесно, потому что помещение не такое большое, как хотелось бы. И много было интересных площадок. Родители вспоминают вот эти вот старые телефоны. То есть дети, например, не все знают, что этот телефон надо набирать пальцем. Какие-то игры, которые родители играли, а дети не знают, как в них играть. То есть было очень интересно наблюдать за родителями, как они показывают детям, как в ту или иную настольную игру поиграть, например, или как пользоваться какими-то предметами. Ну вот тема этой «Библия ночи» этого года я прочитала, называется «Книга. Путь к звёздам». Ну вот мне кажется, что такое немножко пафосное название откуда-то вот из Советского Союза даже. «Книга. Путь к звёздам». Ну а почему бы и нет? Мы свою «Библия ночь» назвали «Библиокосмос». То есть, в принципе, книга — это действительно космос, хоть и, может быть, микрокосмос, для кого-то это и самый, что ни на есть, настоящий космос, потому что в книгу можно погрузиться и пережить её каким-то образом своим, то есть какие-то свои картинки нарисовать, по-своему приложить судьбу героя к своей судьбе, как-то, в общем, прожить её так, как, я думаю, с гаджетом-то не получится как раз, ни с компьютерными играми, ни с чем больше. Угу, понятно. Чем будете тогда удивлять? Вот у вас такая тема «Библия ночи». Я так понимаю, вы с ностальгией и ваши читатели вспоминают первую «Библия ночь», о прошлом. А вот это какой будет? Тем более, что в прошлом году, я так понимаю, был чисто онлайн-формат. Много ли ждёте, опять же, гостей? Раз в прошлый раз, в 2012 году, все не вместились даже? Ну, сильно много ждать нам, наверное, и не нужно, потому что всё-таки ограничения ещё не все сняты. У вас продолжаются, да? Да, поэтому мы решили так, вот сколько будет, столько и будет. И сильно афишировать даже мы не стали свои мероприятия, но, конечно же, хочу рассказать о том, что у нас в гостях будет Алтайский государственный мемориальный музей имени Германа Степановича Титова. Они приедут со своей программой, то есть там будут и мастер-классы, и подвижные игры, и интересные лекции о космонавтике, и даже фотозону они с собой привезут, и космомагазин. То есть можно будет даже, наверное, что-то купить, чем пользуются космонавты, что кушают, чем зубы чистят. Да, 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 вот это вот как раз питание космонавтов. Ну, это интересно, я думаю, для ребятишек, для родителей. Кроме того, у нас уже который год приходит к нам городская станция юных натуралистов, и в этот раз они нам привезут именно тех животных, которые побывали в космосе. То есть у нас уже такая практика общения с животными была, мы читали кролику, читали черепахи, ловили рыбок. То есть ребятишкам очень интересно общаться с животными, и в таком формате, как бы тоже приобщение к чтению, к книгам, это довольно интересно. То есть будет всё равно интересно? Конечно. Вот я спрашивала, по-моему, у директора Шишковки, Татьяны Егоровой, в своё время, и теперь у вас спрошу, одна ночь в году. Может она увеличить количество читающих людей? И какая вообще главная цель у этой акции? Ну вот раз в году прошла Библия ночь. Ну, раз в году это, как сказать, так вот именно шумно, масштабно, это всероссийская акция, и мы к ней присоединяемся. Но в течение года мы же проводим очень много других мероприятий, благодаря которым дети, побывав на них, становятся читателями библиотеки. Но вот после Библия ночи замечали, что у вас вдруг резко увеличивается количество читателей? Прямо в саму Библия ночь пытаются записаться в библиотеку. Ну то есть есть такой именно Библия ночь, а дальше там… Такой эффект есть, да, однозначно. Понятно. То есть всё-таки одной ночи достаточно? Для того, чтобы появились новые читатели? Да. И чтобы дети полюбили тех, кто, может быть, не любил до этого книгу? Дети заинтересовываются однозначно Библия ночью, да, и приходят в библиотеку. Но я ещё раз говорю, что у нас много других мероприятий, после которых тоже читатели у нас прибавляются. Но вот какие у вас мероприятия ещё есть с участием читателей? Вот такие масштабные, интересные? Ну вот из масштабных, например, могу назвать недавно завершившийся конкурс, который назывался «Фантазия-чудо-тазия». Это ребятишки со всего края присылали нам видеоролики с прочтением стихотворения Василия Нечунаева. И пришло огромное количество работ. Мы не ожидали такого количества. Больше тысячи работ ребятишки прислали от 3 до 12 лет. Это читатели вашей библиотеки? Нет, нет, это со всего края, да, в том числе и наши читатели, да. И наши бедные члены жюри, мне было их очень жалко, потому что они вынуждены были отсматривать эту тысячу. И им было на самом деле тяжело, потому что ребятишки, они же все милые, они же все вот самодачистые. Выбрать лучших. Да, выбрать лучших было очень тяжело. Но выбрали в итоге? Выбрали. Выбрали в трёх возрастных категориях по три победителя. Девять человек у нас получили шикарнейшие подарки. Ну то есть у вас вот такие мероприятия проходят достаточно часто? Да, да. Краевые конкурсы мы практически каждый год проводим, а то и не по одному. И у нас есть стабильные ежегодные крыльевые акции, в которых тоже принимает участие много ребятишек. Понятно. Вот вы как директор библиотеки спокойны за будущее таких учреждений, как ваше? Иными словами, библиотеки будут всегда по-вашему? Или они как бы этот формат куда-то уйдёт в будущем? Насчёт того, что будут или не будут, я думаю, всё-таки будут, но они уже, можно сказать, трансформируются. То есть это не сейчас перестаёт быть главной книгой. Может быть, я, конечно, крамольные вещи скажу, но тем не менее всегда мы вокруг книги все мероприятия проводили. Но сейчас такая тенденция общемировая даже идёт к тому, что это интеллектуальный центр не только самой книги, но и, в принципе, всей информации, то есть проверенной информации, достоверной, которую вот библиотека предоставляет, в отличие от того же интернета, где информация часто непроверенная. И это какие-то такие, знаете, вот места сбора людей, где можно как-то самореализоваться, как-то творчески проявиться. То есть вот прийти в библиотеку, и где никто не будет смотреть на твой внешний вид, ну, например, там, насколько ты материально достаточно... Ну, да, обеспечен. Да. То есть свобода для творческой реализации даётся всем. То есть это не будет уже, как мы с вами говорили, пришёл, взял книги, почитал, ушёл и вернулся, отдал. Да. Это трансформируется. Но библиотека, по-вашему, останется? Я думаю, да. Ну и в завершении. Давайте напомним, во сколько вы ждёте в ближайшую пятницу гостей, как долго эта ночь будет длиться, потому что всё-таки библиотека детская, и как основные ваши гости будут всё-таки родители или дети? Конечно же, основные – это дети. Начинается у нас в 6 вечера, и так как мы детская библиотека, то формат у нас называется «Библиосумерки» больше. И до 8 вечера мы планируем закончить, ну, как говорится, до последнего клиента в любом случае, потому что сразу же все в любом случае не уходят. В течение двух часов у вас это мероприятие будет длиться? Да, в течение двух часов будет мероприятие, да. Ну, самое такое яркое – это что всё-таки будет? В пути к звёздам? Ну, я думаю, сейчас можно назвать самым ярким – это, конечно же, наши гости, это музей Титова. Ну, а помимо них, в каждом из наших залов будут различные площадки, где можно будет и пройти квесты, и викторины, и самая наша завлекалочка такая вот интересная – это наш библиомагазин, когда ребятишки, участвуя в викторинах и конкурсах, зарабатывают библики, и потом уже на свой выбор выбирают себе в этом магазине призы. Ну, мы всех приглашаем, наверное. Конечно. И я надеюсь, что библиотека будет существовать ещё долго, потому что всё-таки бумажную книгу, как мне кажется… Это произведение искусства. Да, ничем не заменить. Большое спасибо, Людмила. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили о предстоящей «Библии о ночи» с Людмилой Санкиной, директором Алтайской краевой библиотеки имени Крупской. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!